Депутаты Госдумы массово поддерживают войну и отправляют на нее сотни тысяч россиян, а сами мобилизуются в Дубай. Как минимум 13 народных избранников обзавелись роскошной недвижимостью в Арабских Эмиратах. Кто больше всех потратился на запасной аэродром в Персидском заливе и откуда у депутатов миллионы долларов на вип-квартиры и виллы на море? Показываем. Основная задача депутата писать и принимать законопроекты, улучшать экономическую и социальную жизнь граждан страны, защищать их интересы и свободы в парламенте. Но в России, конечно, все наоборот. Депутаты служат не людям, а террористу Путину. Они реализовывают его самые безумные и репрессивные идеи, законы об иностранных агентах, запреты митингов, штрафы, подъем пенсионного возраста или налогов. Те, кто невозительно и оскорбительно высказываются по нашим президенте и стране, будут нести заслуженное наказание. Нет никаких сомнений в этом. И пока из трибуны Государственной Думы России раздаются очередные призывы идти воевать ради имперских амбиций бункерного диктатора. Депутаты покупают себе роскошные квартиры в Дубае. Команда Навального нашла целых 13 парламентариев, которые во время полномасштабной войны России против Украины обзавелись элитным жильем на берегу океана. Среди них единоросс Владислав Резников, который с 90-х годов входит в ближний круг Владимира Путина. С выездом в Европу политика проблемы, потому что в 2016 году Испания объявила его в международный розыск по обвинению в причастности к Тамбовской организованной преступной группе и отмывании денег. Но есть страны, где его не арестуют. Например, Объединенные Арабские Эмираты. Наверное, именно поэтому в 2022 году его жена Диана Гиндин купила две квартиры по 165 квадратных метров в самом сердце Дубаи. Стоимость одной 185 миллионов рублей. Видимо, Дубай настолько понравился депутатской семье, что в этом году они приобрели еще одну квартиру в элитном небоскребе Палм-Бич Тауэрс. Роскошным жильем на берегу океана обзавелась и семья депутата-единоросса Павла Федяева. Его отец Михаил, несмотря на обвинение в гибели 51 человека на его шахте в Кемерово и подписке о невыезде из России, в 2022 году купил две соседние квартиры в Дубае площадью 175 и 112 квадратных метров, общей стоимостью 361 миллион рублей. Апартаменты семья путинистов приобрела в элитном комплексе Бич Виста Тауэр 2, с которого открывается невероятный вид на пляж и собственный причал для яхт. Если вы думаете, что это верх цинизма, то не спешите с выводами. Это депутат от путинской партии Единая Россия Сейгит Паша Умаханов. В одном из своих пропагандистских роликов он торжественно дарит холодильник матери раненого мобилизованного солдата из Дагестана. Сын, своего ученика, недавно, оказывается, он был дома, уехал раненый, да? Да. Ну, слава Аллаху, живой, здоровый. Пожилой женщине вручили пакеты с логотипами партии, набор продуктов и заставили благодарить весь депутатский корпус за такие ценные подарки. Большое вам спасибо всем, всему депутатскому корпусу, от Астаму Маханову, садит ваше дарбище. О передаче дешевого холодильника и пары консерву Маханов рассказывает радостно, а вот о своих дубайских квартирах молчит. Но держать их в тайне не вышло. Их нашли журналисты-расследователи. Так депутат обзавелся 185-метровыми апартаментами в 40-этажном комплексе Шамс-4. Рыночная стоимость квартиры 63 миллиона рублей. Там и бассейн, и спа-зона, и прачечная, и спортзал. По факту все атрибуты элитного жилья в Дубае. Один из главных людей партии «Единая Россия», руководитель Центрального исполнительного комитета политической силы Александр Сидякин, также не смог пройти мимо недвижимости в Дубае. На свою жену он оформил квартиру стоимостью 57 миллионов рублей. Апартаменты площадью 77 квадратных метров находятся в жилом комплексе на берегу небольшого искусственного острова. Возле дома расположен променад и пристань для яхт. А вот самая большая квартира у «Единая Россия» Григория Никеева. Во время полномасштабного вторжения России в Украину депутат обзавелся президентским пентхаусом на острове Пальм-Джумейра стоимостью 2 миллиарда 135 миллионов рублей. Бьет рекорды еще один путинист Александр Прокопьев. 37-летнему депутату понадобилось Дубаи аж 12 квартир. 11 из них расположены на 63-м этаже небоскреба Парамаун Тауэр. Их общая площадь 1200 квадратов, а цена 700 миллионов рублей. Еще один обожатель арабской недвижимости – депутат Борис Пайкин. Там он прикупил 100-метровую квартиру на 28-м этаже в элитном комплексе Марса Дубаи за 88 миллионов рублей. Его коллега-единороз Рахим Азимов более привередливый и взял себе пентхаус подороже в жилом комплексе Сенсория Этфайв Люкс с собственным пляжем. Помимо общих бассейнов, жильцам полагаются свои собственные, расположенные на балконах. В каждой квартире потолки высотой 3,5 метра и панорамные окна. А это еще один патриот России Владимир Кошелев. Он называет украинскую Одессу русским городом и обещает ее отвоевать у так называемых киевских оккупантов. И пока обычные русские мужчины умирают ради таких вот больных желаний политиков, Кошелев инвестирует в недвижимость за границей. Он купил квартиру за 188 миллионов рублей в стеклянном небоскребе возле Дубаи-Марина. «Долой буржуазию!» любят кричать депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации. Но на самом деле под этим лозунгом они имеют в виду, что обычный народ должен бедовать, а власть шиковать. И депутат от КПРФ Анатолий Бифов тому доказательство. Его 30-летний сын Анзор и 21-летняя дочь Алия в 2022 году перебрались в Дубаи. Там молодые люди на папины деньги сразу купили две квартиры. Еще один пример лицемерия партии Роман Лябихов. На свою дочь он оформил целых 6 квартир в Дубае. Вся недвижимость от 58 до 100 квадратных метров суммарной стоимостью 300 миллионов рублей. Естественно, всю эту роскошь депутаты старательно скрывают от своих избирателей. Несмотря на весь свой показной патриотизм, которым они брызжут слюной на трибуне Государственной Думы или в телеэфирах, на самом деле хочется деньги держать за границей обожаемые родины. И, соответственно, раз нельзя сегодня покупать недвижимость на Лазурном берегу, то покупают в Дубае. Ну а на какие деньги, естественно, украдены у своих собственных избирателей, какие еще у них могут быть деньги. В то же время слуги Путина призывают народ к войне России против Украины, отправляют людей на убой, а те, кто высказывается против, жестоко наказывают. Они точно так же являются депутатами Государственной Думы, они участвуют в голосовании, они принимают те преступные законы, которые позволяют сегодня России напасть на Украину, которые позволяют судам сажать людей на какие-то астрономические сроки. Поэтому, по большому счету, они все являются преступниками, в том числе и военными. И пока Государственная Дума России и другие провластные органы страны будут заполнены приспешниками Путина, русский народ будет становиться все беднее. А политики и чиновники лишь богаче. Да.